Заслуги Петра Минеева перед Отечеством увековечили в спортивной школе Чердоклинского района. 26 февраля 2022 года он героически погиб во время бомбардировки под Гастомелем, участвуя в специальной военной операции, и был посмертно награжден Орденом Мужества. Почтить память героя пришли родственники, представители Минобороны, общественники. Важно, что о подвиге Петра Минеева будет знать и молодое поколение. Молодые мальчишки, они заходят и видят его лицо. Они видят, что он десантник, что он герой. И это повод для того, чтобы они могли себя поставить на его место. А смог бы я так. Школа, которой присвоили имя героя, выбрана не случайно, ведь семья Минеевых тесно связана со спортом. Петр принимал участие в развитии и популяризации смешанных единоборств в родном регионе, а также стал одним из основателей спортивной федерации смешанных боевых единоборств. Он участвовал в каждом мероприятии. Не как спортсмен, а как организатор. В спортивных мероприятиях тоже участвовал. Есть у него и любительская спортивная карьера за плечами. Также собравшиеся почтили память всех погибших защитников родины и поздравили тех, кто борется за мирное небо сейчас. Кроме того, в многопрофильной Чердоклинской спортивной школе прошли показательные выступления воспитанников спортивных федераций. Представляют три федерации своих спортсменов. Это федерация кикбоксинга Ульяновской области, федерация тайского бокса Ульяновской области и федерация смешанного боевого единоборства. То есть четыре поединка по правилам кикбоксинга, четыре по правилам тайского бокса и пять по правилам ММА. Многопрофильная спортивная школа была открыта в 2020 году. В ней занимаются более четырех сотен воспитанников. Сейчас открыто восемь направлений – баскетбол, самбо, волейбол и другие – в планах открытие секции смешанных единоборств. Воспитанники Чердоклинской спортивной школы имени Петра Минеева будут чтить память героя отличными результатами и добрыми поступками. Юлия Руднева, Анатолий Рассохин, Уллправда ТВ.